Жители Саратова продолжают верить мошенникам. Только за вчерашний день с заявлением о том, что их обманули, обратились 10 местных жителей. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей. Практически во всех указанных фактах фигурирует одна и та же схема с переводом личных средств и взятых кредит на так называемый безопасный счет. 61-летнему жителю заводского района 6 февраля позвонил неизвестный. Представился сотрудником Центробанка. Сообщил, что в отношении него совершаются мошеннические действия и убедил оформить кредит. Мужчина по совету злоумышленника обратился в отделение одного из банков, получил 500 тысяч рублей и перевел их через банкомат на счет, указанный собеседником. Вчера Саратовец вновь попытался оформить кредит, придя в офис уже другого банка. Здесь он затребовал 800 тысяч рублей якобы на лечение зубов. Отметим, на то, чтобы отговорить мужчину, потребовалось длительное время. Сделать это в ходе беседы не могли даже его дети. Благодаря бдительности работников банка и убедительности полицейских оформить кредит во второй раз он не смог. Вы сейчас на громкой связи, вы папе своему объясните, что его обманывают. Может быть, он вам поверит. Просто он нас не слушает, он хочет до последнего оформить. Вот как бы мы не пытались с ним поговорить, он нас ставит на своем. Катя, я знаю, что ты за тысячи километров. Катя, я говорю, я в сознании, я делаю то, что я делаю. Я понимаю, Катя, все, хватит, Катя. Я беру эти деньги по-любому. Все. Финансовой кабале оказалась и 58-летняя жительница заводского района. После звонка от неизвестных и сообщений о якобы взятом на нее кредите, женщина отправилась в банк, где сняла более миллиона рублей, которые копила годами и перевела их на счет, указанный собеседниками. Однако на этом она не остановилась и на следующий день, оформив несколько кредитов, также отправила их злоумышленникам. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 800 тысяч рублей. Женщина призналась, что у банкомата к ней подходили сотрудники полиции и отговаривали от совершения необдуманных действий. Однако она отвечала им, что переводит деньги родственникам. О том, что стала жертвой мошенников, поняла лишь, когда призналась сыну, что собирается в банк за очередным кредитом. Я всю ночь не спала, не знала, что делать, что говорить мужу. Никому не говорите, телефон рукой не брать, отключить, потому что там послушающие устройства услышат, прокуратура. Короче, вот такой прессинг опять. Я не знаю, что говорить ни детям, ни мужу. Он спрашивает, что случилось. Я говорю, да ничего не случилось. Не паниковать, не стрессовать, как я в этой самой, не поддаваться панике, а слушать родственников, близких и завета. Если вдруг вы под влиянием третьих лиц, под прессингом, выполняете какие-то действия со своими счетами, переводами и подходит к вам полиция, слушайтесь их. Прерывайте все и слушайтесь. И ваши средства будут сохранены. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейскими принимается комплекс мер по установлению мошенников. Напоминаем, что безопасных либо резервных счетов не существует. Перепроверяйте поступившую информацию. Не паникуйте и не совершайте финансовых операций по совету телефонных собеседников, кем бы они не представлялись.